всем привет дорогие друзья с вами автофин сегодня попробуем записать звук на сарамоник тоже блок но уже на петличку когда еще вдруг не очень хороший так что попробуем его немножечко улучшить и первую очередь хотел бы сказать большое спасибо за то что на меня подписываетесь сейчас ролик про отзыв о моем новом дроне диджай мини 3 pro достаточно неплохо зашел и вообще как бы я хотел сказать что youtube такая приятная штука можно свою точку зрения донести людям и при этом послушать других писали комментарии много чего нового для себя узнал в первую очередь там написали мне что чтобы сделать плавный красивый зум то можно зажимать кнопку fn и колесико и тогда зума можно не секрала телефона а непосредственно колесиком управлять очень удобно зум плавный получается поэтому как по мне так все минусы контроллера без экрана пропадают реально я не вижу смысла переплачивать по мне так он прекрасно справляет свои функции учитывая что теперь можно зажимать делать так то есть не вижу смысла переплачивать но смотрел другого блогера сказал что холодные температуры то есть минусовые зимой контроллер с экраном вставляется лучше он не замерзает батареи не засаживается то есть плюс определенные есть вот сейчас в отпуске ездил в эстонию в таллинн и полетал в городских условиях прям совсем городских реально то есть крупное здание куча там вай фай сигналов точек помех и скажу что дрон справлялся прекрасно очень доволен где-то метров на 700 на 800 дистанции улетал сигнал был очень стабильный ничего не терялось не проседала снимал прекрасно ролик уже на канале кто не видел можете посмотреть ну получается что время хвалю дрон но постараюсь сейчас как-то минусы тоже какие-то заметить вот комментарий также написал человек про то что у него проблемы с фокусом с фокусировкой дрона из-за этого он его вернул ничего не могу про это сказать не знаю у меня фокус работаю прекрасно самого начала в начальных прошивок сейчас я обновлялся там уже два или три раза фокусирует прекрасно с этим проблем нет картинка четкая то есть я даже не нажимая там этот мануальный фокус меня все время в автомате стоит авто и фокусирует и снимает прекрасно и очень качественно так что с этим проблем нет также писали комментарий про перегрев дрона не знаю тоже у меня пока ничего не случалось не на время прошивок я уже видел кстати в группах тематических группах фейсбук получается люди кто ставит дрон на прошивку прошиваться в этот момент он нагревается и на него это уже радиаторы направляют чтобы он типа охлаждался не знаю то есть я обновлял прошивку никаких проблем не было и в принципе летал плюсовую температуру там около 30 даже было то есть принципе дрон прекрасно летал ничего не писал не перегреве ничего когда приземлялся я его трогал он тепленький но я думаю это обычная рабочая температура поэтому с этим меня тоже проблем как бы нет ни с фокусом не фокусировка матрицы да не с этим не с перегревом все по моему работать у меня прекрасно вот городских условиях тоже справился очень круто доволен особенно после моего мини 1 мини 1 не особо справлялся если честно только немножко отлетаешь и залетаешь за угол сразу сигнал терялся было очень опасно в городских условиях мини 1 эксплуатировать опасно реально то есть можно куда-нибудь пиндюриться то в мини 3 справился офигенно также для меня было новое один комментарий был про то что описано что кроме как мавик 3 никакой дрон не может так то есть мини 3 про вернется на точку взлета даже без сигнала gps я это пока не протестировал но если это так то это реально круто реально круто получается даже в замкнутом помещении где спутники плохо ловят дрон теоретически должен все облететь препятствие вернуться на точку взлета это очень офигенно вот и как написали комментариях что кроме мавика 3 ни один другой дрон так не может то есть малютка мини 3 может то что может только самый топовый джо по сути ну кроме коммерческих то есть на мой взгляд это очень круто очень большой плюс для для этой малюточки нам по поводу квадроциклы был комментарий к сожалению обновляя прошивки так эта проблема и осталась когда я на квадрике пытаюсь работать актив трек дрон не распознает меня и очень плохо следит только если за квадриком сзади выставить сзади обвести тебя то есть идеально по траектории сзади тогда он путает квадроцикл с машиной обводишь его как машинку рисует и в этот момент получается и актив трек нормально работает и следит за квадриком ну как только ракурс меняется боковой или передней то есть дрон сразу же теряет его избивается для меня это остается минус не знаю напишу в поддержку диджай может спрошу что скажут в тех поддержки держали они вроде достаточно хорошо и быстро ну как бы отвечают на просьбы клиентов спрошу как это и может быть в будущих прошивках улучшится и за квадроциклом дрон будет лучше следить в общем всем пока доволен вот пытаясь больше так наблюдать за всем но нарисовался один небольшой минус возможно мне показалось но после резких манёвров на дроника налетаю в бака там особенно на спорт режиме если допустим в бог редко лететь и потом выстрелиться прямо такое ощущение что горизонт чуточку заваливается то есть стабилизатор как будто выставляется но чуть чуть криво потому что горизонт во kelis горизонт это если на нее смотреть она чуть-чуть завалено потом как-то полетать подвичься плавно и он снова идеально ровно становится и абитура на пару раз нажимал центровор со стабилизатора на столе к нажимаешь и такой пункте центровку на вырос в России выставляет то есть нами не первым такой проблемы его во все стороны я летал бака там по всякому он всегда держал то есть горизонть идеально ровно то есть стабилизатор Здесь, не знаю, возможно, мне как-то показалось, но пару раз я такое замечал, раз пару раз там вряд ли показалось. Если кто-то что-то подобное было, напишите, пожалуйста, интересно и как с этим бороться. Мелочь как бы, но неприятно. Ты начинаешь снимать красивый кадр, пролет, а у тебя горизонт чуть заварен, то есть камера как будто бы чуть-чуть наклонена на пару градусов. А так, в целом, летаем, изучаем, стараемся, стараюсь уже снимать более качественно. Кто не видел мой ролик с центра Таллина, обязательно посмотрите, я там летал в городских условиях, возле небоскребов, достаточно красиво. С вами был Автофин, подписывайтесь на канал. И также хотел сказать большое спасибо тем, кто уже подписался. Для меня приятно, видит какая-то отдача канала. Надеюсь, мои ролики вам нравятся и постараюсь, чтобы они были еще интереснее. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok